Дорогие друзья, сегодня мы начинаем с вами путешествие в мир редких русских книг. Это чрезвычайно увлекательное путешествие, потому что мы будем говорить о наиболее редких, а значит что? Ценных, дорогих книгах. И наша первая встреча с вами сегодня будет посвящена первым дебютным книгам русских писателей. На экране вы видите перечень наших изданий, о которых мы кратко поговорим сегодня. И начнем, конечно, с нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. С его первой книги, я думаю, что вы прекрасно знаете, что это за книга, Руслана Людмила, поэма, год издания, 1820-й, Санкт-Петербург, типографии Греча. Что интересного связано с ее изданием? Дело в том, что, ну представьте себе, 19-летний Александр Сергеевич Пушкин. Впервые начинают о нем много говорить в салонах Петербурга, ходят списки с его стихотворений. Стихотворения все очень дерзкие, злые. Они направлены против кого? Против императора Александра Первого. И, конечно же, это все распространяется, шум вокруг него все больше и больше. И что предпринимает император, который очень отличался таким нравом, особым, ревностным, что ли, к критике. И он высылает, ну это было немножко сказано по-другому, он высылает юное дарование из Петербурга. Только через 7 лет Пушкин вернется в родной город. Но что интересно, он незадолго до этого заканчивает свою первую крупную вещь, Руслана Людмила. Но последнюю точку он толком и не поставил. Нужно было еще редактировать текст, но его высылают из города. Но что же делать? Издательские процессы запущены. Кто помогал поэту? Мы знаем имена этих героев. Василий Андреевич Жуковский, брат Лев и знаменитый переводчик Гомеровской Илиады, это Николай Иванович Гнедич. И вот они втроем помогают Пушкину издать это сочинение. Но, понимаете, проблема же в другом была, как оформить это издание. И вот тогда сюрприз нашему поэту. Дело в том, что директор Академии художеств, публичной библиотеки в Петербурге Алексей Николаевич Оленин придумывает вот этот красивейший франтиспис, который вы видите на своих экранах. Там запечатлены основные моменты поэмы. И, правда, не он рисовал и гравировал, но именно Эд с этим франтисписом и связана самая интересная история этой книги. Дело в том, что он не был закончен к моменту уже выхода из печати самой книги. И картинку, как сообщали газеты того времени, приходилось уже потом получать владельцам книг. Но, правда, бесплатно, дополнительно надо было приложить усилия. И каждый это сделал. И поэтому не каждый экземпляр Руслана и Людмилы первой книги Пушкина снабжен вот таким замечательным франтисписом. И именно эта книга послужила, наверное, первой такой вот ласточкой, которой для нас стала издательская продукция Александра Сергеевича Пушкина. Следующая книга – это первая книга Николая Васильевича Гоголя. И вы, конечно, не знаете ее, я уверена, потому что даже тем, кто особо интересуется творчеством этого замечательного писателя, все называют почему-то «Вечера на хуторе близдиканьки» первой его книгой. Но здесь все не так просто. Гоголь начал с того, что он сжег свое сочинение, и он и закончил тем самым, что произошло с мертвыми душами. Ну, вы знаете эту всю историю. Так вот, Ганский Хильгартен был написан под псевдонимом В. Алов, издан за счет писателя. Причем маменька его дала ему деньги, как это часто с ним бывало тогда. Это романтическая поэма, знаете, в духе такого вертера гетовского. И как неудивительно, человек, который очень был самолюбив и очень хотел славы, его не приняли первоначальные опыты литературные. Хотя сначала он анонимно, вообще без подписи, издал сочинение небольшого стихотворения «Италия». И вроде бы не было плохой критики, а вот Ганский Хильгартен, он как раз-таки получил некоторые сомнительные, скажем, рецензии. Сейчас, если мы с вами их почитаем, мы поймем, что не так-то все и на самом деле было плохо. Но самолюбивый очень Николай Васильевич решил поступить иначе. Что он делает? Он идет по книжным магазинам Петербурга, где эта книга была сдана им на комиссию, забирает все, что можно было успеть и сжигает. В этом ему помогает вот этот человек, которого вы видите на экране, его слуга и повар Яким. Долгое время никто не знал вообще об этой книге, и только в 1852 году, как вы понимаете, конечно, уже после смерти писателя, о ней написал со слов друга гимназического Гоголя Прокоповича, его первый биограф Кулиш. Так, что же дальше? Мы идем с вами, и перед нами уже первая книга Николая Алексеевича Некрасова. Вот вы видите ее такую желтенькую обложку, она еще бывает зеленого цвета. Здесь тоже интересная история. Считалось очень долгое время, что это одна из вообще редчайших русских книг, потому что то, что мы с вами сейчас говорили, где-то о Гоголя известны экземпляры 9 Ганса Кюфельгартена, у Пушкина, я бы сказала, значительно больше, но все-таки как первая книга такого крупного поэта она хорошо ценится. Вот с Некрасовым вообще такая существовала легенда о ее редкости. На самом деле сейчас мы с вами видим, что и на аукционах она проходит, и в частных коллекциях представлены, и в государственных собраниях тоже. Это, по-моему, ему лет тоже было 19, если я не ошибаюсь, когда решили издавать эту книгу. И он чувствовал, что она еще так написана, знаете, в романтическом духе Баладжуковского или популярного тогда очень Бенедиктова. И он сомневался, он думал о том, что, скорее всего, ему придется пожалеть об издании этого сборника. И он пошел к кому? К Жуковскому за советом, как я называю этого человека, лучшим другом поэтов 19 века, первой половины. И он сказал им очень правильную вещь. Совет, сними свое имя, поставь инициалы, потому что потом ты точно пожалеешь об этих своих первых опытах. И Некрасов так и сделал, так и поступил, и оказался прав, потому что, ну, посмотрите, у вас будет возможность на оглавление этого сборника. Ну, в общем, конечно, даже названия нам дают понять, что книга, ну, скажем, второстепенная. Но, что важно, благодаря ей Некрасов вошел в литературный мир, и о нем узнали. Также считается, что он уничтожал ее, что, скорее всего, неправда. Но мы сейчас с вами поговорим о книжных мифах в других лекциях. Что далее у нас с вами? А вот эта книга «Лирический пантеон Фета», также 1840 года, как и у Некрасова, это, пожалуй, действительно одна из самых редких русских поэтических книг. Очень интересно для вас, молодые люди, то, что на деньги на издание этой книги дала тогдашняя возлюбленная Фета, некая, по-моему, Екатерина, если я не ошибаюсь, 300 рублей ассигнациями. Это нам точно доподлинно известно. Конечно, потом они расстались, ну, всякое бывает. Что здесь интересного? Если на книгу у Некрасова было из семи пять положительных рецензий, то здесь тоже были достаточно такие комплементарные, я бы сказала, отклики. И главные рецензенты сходились на том, что книга действительно неплохая для начинающего. В дальнейшем, конечно же, она будет, ну, творчество этого начинающего поэта только-только улучшаться. И здесь тоже Фет предпринимает тот же шаг, что и Некрасов. Он ставит инициалы А, Ф, и таким образом книга увидит свет. Вот здесь тоже я вам показываю оглавление тверчайшего сборника, но наше путешествие продолжается. И вот последняя книга, о которой мы с вами должны рассказать. Это книга-рассказ Параша в стихах Санкт-Петербург, 1843 год. Это очень важный год для автора. А кто же автор? Посмотрите, инициалы Т, Л. Кто за ними скрылся? Тургенев-Лутовинов, то бишь Иван Сергеевич Тургенев. В 1943 год для него был очень хороший, потому что первая, выходит его первая книга. Он знакомится с Белинским, который очень много сделал для издания ее, потому что он прочитал в рукописи. Он дальше потом рекламировал в своих рецензиях ее. Книга имела феноменальный успех, ну, потому что из пяти книг, о которых я сегодня рассказываю, по сути, только Пушкинская книга Руслана Людмилы имела такой читательский успех. Ну и Параша, конечно. И затем вот эта дружба, она была закреплена тем самым образом, что Тургенев стал крестным отцом для ребенка Белинского. Ну, таким образом, наше путешествие с вами подошло к концу. И, я думаю, я должна задать вам последний вопрос. Как вы думаете, после того, как Николай Васильевич Гоголь решил сжечь все доступные ему экземпляры Ганса Кищельгартена, что он сделал? Каким образом он решил развлечься и забыть свое издательское фиаско? Я думаю, ответы мы найдем с вами в комментариях. Спасибо за внимание.